МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошим другом Александром Дегтяревым, Саня, тебе большой привет. Привет. Один матч мы с тобой уже отсмотрели. Это матч Института психологии и образования против Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. В целом, матч понравился, можно сказать, да? Ну, однозначно, матч понравился, матч получился голевым. Да, но спойлеров не надо, потому что сейчас, прежде чем мы с тобой его обсудим, друзья, сюжет от наших корреспондентов о том, как прошел первый матч, матч открытия Кубка Казанского федерального университета по мини-футболу. Первый матч розыгрыша Кубка Казанского федерального университета открывали сборные команд Высшей школы информационных технологий и Институт психологии и образования. Матч выдался зрелищным и не менее результативным. Обе команды в прошлом сезоне покинули турнир в первых же матчах стадии 1-8 финала. И теперь у одной из команд появилась возможность выйти, наконец-то, в следующую стадию турнира. После результата в жеребьевке многим было понятно, что сборные ИТИСа – фаворит встречи. И для них это будет легкая прогулка. И никаких проблем в матче со сборной Института психологии не испытает. Примерно так и начиналась встреча. Вся инициатива была в руках и ногах ИТИСа. И уже спустя пару минут после начала матча Леонид Паренюк мастерски разобрался с защитой и отправил мяч между ног вратарю. После забитого гола сборная ИТИСа не переставала прессинговать и провели еще пару опасных атак. Но Артем Орлов, вратарь психологов, в обоих случаях выручает свою команду. Сборная Института психологии и образования не собиралась отступать. И на контратаке Константин Матвеев с дальней дистанции на добивание воспользовался шансом и сравнял счет в матче 1-1. А спустя пару минут психологи и вовсе сумели выйти вперед. Но преимущество не было долгим. И следующей же атакой, точным ударом и дальний гол, Леонид Паренюк поразил сетку ворот, сделав счет 2-2, записав дубль на свой счет. Чуть позже с левого фланга мощным ударом над вратарем Инсав Менемулин вывел свою команду вперед. 3-2. После перерыва игроки ИТИСа активно шли вперед отыгрываться. Но все было бесперспективно. Можно отметить один из опаснейших моментов. Ошибка Артема Орлова в штрафной площади, которая привела к удару по пустым воротам. Но защитник чудом вытащил мяч из сетки ворот. По классике жанра на контратаке психологи зарабатывают опасный штрафной, который был выполнен безукоризненно Инсавом Менемулином. Прямым ударом от штанги ворот. Он сделал счет 4-2. В середине матча у ИТИСа появилось численное преимущество. Шарафиддин Пардаев сыграл рукой при отборе мяча, за что был наказан второй желтой карточкой и был удален с поля. Но как ни старались, информатики реализовать преимущество не удалось. И казалось бы, что психологи поставили точку и сделали сенсацию в матче. Но за 6 минут до конца основного времени началось все самое интересное. Леонид Паренюк сокращает отставание в счете и оформляет хэт-трик. Великолепная атака и не менее красивый гол. А за полторы минуты до финального свистка и вовсе технологи добились своего. Все это тот же герой встречи Леонид Паренюк. Это был явно его день. Оформляет покер, делает камбэк и переводит игру в серию после матча в пенальти. Первыми к мячу подошли психологи. Первый же удар привел к неудаче. Оставшиеся удары были реализованы обеими сборными. Но удача была на стороне ИТИСа. 4-4 и 3-2 в серии после матча в пенальти. 16 октября сборная Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем узнает своего соперника в четвертьфинале. Ильвина Губайдульна, Владислав Кузора, Неделя спорта. Итак, сюжет мы посмотрели. Вот теперь ты можешь выкладывать все эмоции от этого матча. Хорошо, можно уже не скрывая говорить, что мне точно матч понравился. Матч получился, как я уже говорил, голевым. И то, что я очень сильно люблю в футболе, я увидел в серию пенальти. Было классно. Если говорить по персоналиям, я бы выделил трех людей, которых я бы занес в свой персональный скаутский лист нашего университета. Три футболиста проявили себя в этом матче очень качественно, очень здорово. В первую очередь я бы выделил двух игроков команды, которая в итоге в серии пенальти уступила. Это их капитан и футболист, который забил, если я не ошибаюсь, два мяча. Фамилия его Минни Мулин. Я ведь правильно помню? Минни Мулин и Константин Матвеев. Да, ты прав. Всех не запомнишь. Ребята проявили себя очень классно. Другое дело, что у них не нашлось партнеров, которые бы вот этот вот почин лидеров поддержали бы. Они двое выдавали прям вот все то, что могли. К концу игры было заметно, что да, немножко подустали. Этим воспользовались футболисты Итисы, у которых чуть-чуть, наверное, побольше скамейка. И есть у них тоже свои лидеры. Там есть один человек, который галы забивает пятками в дальние углы. Ну, крутой матч, крутой. Я думаю, если все игры на Кубке Университета будут такими, то интерес к турниру только увеличится. Вот эта связка, которую ты сказал у Института психологии и образования, тебе не напомнила ту связку, которую мы видели с тобой на Суперкубке? Тупташев и Избасаров. Ну, давай сделаем скидку на уровень команд все-таки, да. И немножко разный функционал у ребят, но тем не менее, да, в целом с Избасаровым можно сравнить Инсав, потому что парни оба с очень хорошим поставленным ударом. В этой игре мы увидели пару таких хороших дальних щелчков в исполнении Инсав. Ну, возможно, в будущем они проявят себя еще лучше, и когда-нибудь мы будем комментировать матч Суперкубка уже из их участия. Хорошо, давай еще по Институту психологии и образования. В прошлом году они вылетели со счетом 15-5 от Института фундаментальной медицины и биологии. В этом году за 10 минут до конца матча они держали счет 4-2, они могли выйти. Что им помешало, можно сказать? Ну, смотри, я уже об этом говорил. Мне кажется, что помешало то, что лидеры немножечко уже подустали, играли без замен. Это то, о чем мы с тобой говорили, когда играла сборная Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Два лидера играли вообще не садясь на скамейку, не давали себе отдыхать, и в конце игры это все-таки аукнулось. И вот в этом во всем виновата, наверное, то, что... Ну, сложно сказать виновата. Просто Институт такой, парней там не очень много. И выборка футболистов там, ну, не самая большая. Просто это реалии, с которыми необходимо считаться. Это не плюс, не минус, просто данность. У нас в этом матче был еще и автогол, исполнил его Игорь Астафьев. Этот момент как прокомментируешь? Ну, мини-футбол такой вид спорта, здесь всегда все на динамике. И эпизоды решаются сантиметрами, поэтому в этом виде спорта автогол, ну, вообще не удивление на самом деле. Поэтому я не думаю, что после игры парни смеялись над своим капитаном и говорили, «А, ты забил свои ворота». Ну, нет, прошли же дальше, поэтому, я думаю, это даже обсуждать не имеет смысла. Команда выиграла, команда смогла со счета 2-4 отыграться к самой концовке игры и выиграть серию пенальти. Поэтому, ну, был автогол, я думаю, об этом даже мы с тобой через неделю забудем. Вот смотри, ИТИС с трудом, можно сказать, вышел сейчас в 1-4 финала. Следующих соперников определится у нас завтра, 16-го числа. Это будет либо Институт физики, обладатель Кубка, либо Институт геологии и нефтегазовых технологий. Вот против них как им будет играть? Ну, надо понимать, что будет уже сложнее. В любом случае, раунд 1-4, это значит, что 50% команд отсеялись, остались те, кто сильнее. И, ну, честно говоря, по матчу 1-8 не показалось, что команда ИТИСа способна дойти до более высоких стадий, чем 1-4 финала. Посмотрим, может быть, я буду неправ и я буду рад ошибаться, но если они попадут на физиков, я думаю, будет сложно и будет много голов. Хорошо, что ты ждешь от завтрашнего матча? Уже перейдем к нему, оставим матч открытия, идем дальше. Институт физики против Института геологии и нефтегазовых технологий. Что ты ждешь от этого матча? Ну, во-первых, хотелось бы увидеть там не игру в одну калитку, чтобы это была игра с борьбой, с накалом, со страстью, как мы видели это в матче открытия. Не факт, что мы это увидим в конечном счете, далеко не факт, и я думаю, что этого все равно не будет. Физики все-таки один из явных фаворитов всего турнира, и такие команды просто обязаны проходить раунд 1-8 финала. Поэтому я думаю, мы увидим физиков в полуфинале. Прям уверен, что даже в полуфинале. Вот такой мой прогноз. То есть мы отсекаем то, что лидеры команды ушли. Тем не менее, я понимаю, это прекрасно. И я помню то, как они играли вместе с ними, я знаю, что там есть футболисты за исключением этой троицы. И поэтому, ну, это полуфиналист. Так или иначе, мое мнение такое. Ты можешь с ним не согласиться, и я уверен, ты с ним сейчас не соглашаешься, суть по твоему выражению лица. Не, мне просто интересно. Я думаю, это полуфиналист, но победитель турнира вряд ли. А кто победитель турнира? Я вот тебя вот спрашиваю на прошлой программе, ты не ответил. Ну, давай так, я же все-таки патриот, и есть определенный институт, который я заканчивал, сердечко ему принадлежит. Поэтому я буду верить в ребят из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я вижу, как ребята тренируются, я периодически, ну, давно уже, конечно, не был у них на тренировках, надо сходить посмотреть. Парни выкладываются на тренировках, это должно дать свои плоды именно в матчах, поэтому почему бы и нет? Ну, об этом мы с тобой уже говорили, как они сыграются с щелнами, с прочим. Давай завершать тогда анонс к матчу Институт физики, Институт геологии и газовых технологий. Какой счет ты ждешь? Ох, счет угадать в мини-футболе, тем более на уровне Кубка университета, это, наверное, дело практически нереальное. Но, скажу так, если в игре будет больше четырех голов, я буду доволен. А распределяться эти голы как 2-2 или 3-1 или 4-0, там уже посмотрим. Мой прогноз – больше четырех мячей. Давай обсудим судейство в этом матче. Матч судили у нас Максим Гаврилов, как всегда, и к нему в напарники пришел Никита Лихачев из Института международных отношений. Что скажешь по этой паре арбитров? Могу сказать, что судьи определенно справились с игрой, потому что футболисты не срывались, жестких фолов не было больше, чем необходимо. То есть они были просто по ходу игры, потому что футболисты разгоряченные, не потому что они не согласны с каждым вторым решением судей. Были определенные решения, с которыми можно согласиться, нельзя согласиться, но мне в целом судейство, кажется, было отличным. Есть пара эпизодов, которые можно обсудить и разобрать детально. Я бы в первую очередь посмотрел на эпизод с фоллом, который зафиксирован был в итоге. Но, как нам с тобой показалось, комментаторской позиции, вот с центра сверху, фолл там не было, и Инсав Миннимулин нырял, защитник мяч остановил. Но так как судья находился прямо за спиной защитника и нападающего, они своими спинами закрывали эпизод вместе с мячом. Он увидеть этого, ну просто, наверное, физически не мог. Располагался правильно, тут вопросов нет. Но эпизод остался им неувиденным. Хорошо, что из этого не вылилось ничего другого. Гол не был забит, и игра продолжилась, эпизод был замят. Другое дело удаление. Тут у меня никаких абсолютно вопросов нет. Другой вопрос был команде, которая этим самым удалением в составе соперника воспользоваться не смогла. И вот в тот момент, как мне казалось, если ребята не успеют реализовать игру 4 в 3, то они уже не смогут отыграться. В конечном счете я оказался неправ, отыгрались и выиграли серию пенальти. Судейство, зачет однозначно. В матче открытия всегда судейство отрабатывает чуть ли не идеально. Что будет дальше, по-твоему? Ну, давай загадывать по судейству не будем. Это ведь будет зависеть от того, кто будет назначен на матч и кто будет отрабатывать. Если это будет Макс, у меня вопросов нет заранее. Я знаю то, что человек просто с опытом. У него есть понимание того, как движется мяч, как футболисты действуют, как он отскочит. Отскочит он в руку или человек сыграет в кости вместо того, чтобы сыграть в мяч. Поэтому, я думаю, если один из двух человек будет Макс, проблем не будет. По крайней мере, если будет ошибаться человек на второй бровке, то соседний Макс будет подсказывать и все в порядке будет. Как думаешь, провокации будут в этом году, как в прошлом году в матче эконома против мехмата? Ну, ты решил опять вспомнить. Тебе этот эпизод, видимо, спокойствия вообще не дает. Я вспоминаю эпизод еще парой лет ранее с дракой с участием нашего хорошего знакомого Ураза. Ну, каждый год есть что-то такое, что можно обсудить, что в целом не очень красит футбол. Но, мне кажется, без таких эпизодов матчи с напряжением не могут быть. В любом случае, наш спорт, он ведь не профессиональный футболист, который какое-то дисциплинарное взыскание в итоге получает, но оно же будет для него минимальным. Мы все это прекрасно понимаем. И если его команда вылетела на следующий год, он спокойно сыграет в первом же раунде и никаких проблем. И к этому нет никаких вопросов, поэтому, может быть, что-то и будет. Я не думаю, что об этом вообще есть смысл говорить. Просто эта футбольная данность, с этим просто нельзя не считаться. Оно есть. Хорошо, посмотрим. Итак, друзья, у меня сегодня в гостях был Александр Диктярев. Саня, тебе большое спасибо. Увидимся с тобой, надеюсь, завтра. Посмотрим. На матче. Друзья, напоминаю то, что 16 октября в 19.30 по московскому времени стартует второй матч. Кубка университета по мини-футболу, где встретятся и Институт физики, обладатели Кубка прошлого года, и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Обязательно присоединяйтесь к этой прямой трансляции. Будет очень интересно. Саня, большое спасибо еще раз, что пришел. Спасибо, что позвали. Ну, а мы с вами прощаемся. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Блинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова